Мы запускаем видеоигры не только для того, чтобы расслабиться и приятно провести время. Также мы пытаемся хоть ненадолго сбежать от внетущей реальности, которая держит всех нас в строгих рамках и постоянном давлении. В виртуальном мире каждый человек может позволить себе то, что в реальности может как минимум осуждаться обществом, а как максимум нести за собой ужасные последствия. Но вот сами представьте, какой по меркам адекватного социума человек будет исполнять такие же танцы, как в видеоигре Fortnite. Но что, если в попытках сбежать от реальности, вам придется так же сбегать и внутри игры, раз за разом от одного побега к другому, делая перерыв лишь на планировании? Всем привет, друзья, меня зовут Спейс, а это обзор на Escape from Tarkov в рамках рубрики «Зато не бесплатно». Прежде всего, ультраважный дисклеймер. Этот ролик в первую очередь делается для тех, кто либо вообще ничего не знает о Таркове, либо сомневается, стоит пробовать или нет, либо для тех, кто запустил игру один раз когда-то давно, залез по незнанию на ночную карту и сидел в углу, дергаясь от каждого шороха. Если что, я начал играть в игру именно по последнему сценарию, и в итоге от момента первого запуска до второго прошло около года. Поэтому целью данного ролика будет ознакомить вас с игрой в целом, немножко пробежаться по геймплею, механикам, и, возможно, кто-то решит попробовать игру именно после этого ролика. В общем, попробую дать ту информацию, которую искал сам в самом начале игры. И второй дисклеймер. Уже для опытных игроков, которые повидали не один вайп и зафармили всё, что только можно. Я всё ещё новичок. Я всё ещё боюсь ганфайтов. Я всё ещё чувствую себя некомфортно на протяжении всего рейда за 200 часов игры. Пожалуйста, если в чём-то я буду неправ, не стесняйтесь поправлять в комментариях, либо дополнять мысли своим опытом. Но только без негатива. Интересные комментарии, как ни странно, интересно читать, и в них может скрываться очень много полезных вещей. Так что, тарковские стрелки, профессиональные каратели и коллекционеры, я вас жду. Ну, а теперь можно приступать. Escape from Tarkov, или Побег из Таркова, это хардкорный реалистичный онлайн-шутер от первого лица с механиками как лутер-шутера, так и сэндбокс-проекта, разрабатываемый российской компанией Battlestate Games на движке Unity. И да, если вы скажете, что уже видели где-то что-то визуально похожее, то в целом вы правы. Tarkov напрямую имеет отношение к таким играм, как Hired Ops, и, само собой, к той самой Contract Wars, с которой всё фактически и началось. Анонс Escape from Tarkov был ещё в далёком 2015 году, а в 2017 году начался открытый бета-тест, который идёт и по сей день. Сколько ещё будет идти за бета, известно лишь разработчикам, однако игра от патча к патчу становится всё глубже, так что, судя по всему, какие-то идеи до сих пор не воплощены, чтобы можно было отпускать игру в релиз. Что касается сюжета. События игры разворачиваются в вымышленно-альтернативной России, в частности, городе Тарков Норвинской области. Международная компания Terra Group занимается непонятными лабораторными исследованиями на территории России, всячески скрывая свои разработки, не без помощи частной охраны группы United Security. Правительству России это не нравится, поэтому по-тихому создаётся ЧВК БР и закидывается на территорию Таркова, дабы выяснить, что там происходит. В итоге, суть до дела, и в Таркове начинается настоящая война, потому что ни одна из сторон не хочет вскрытия правды. Само собой, всё это привлекает внимание мировой общественности, и Норвинская область закрывается извне силами ВСРФ и ООН, так что все внутри Таркова остаются сами по себе. В этом проявляется и одна из главных геймплейных идей проекта. Каждый игрок в каждой конкретной катке-слэш-рейде преследует свои цели, однако суть у всех одна — выйти из рейда, оставшись в живых. На данный момент в игре выпущено 7 карт, плюс затизированная и ожидаемая всеми карта улицы Таркова. Суть игры, на первый взгляд, проста. На каждую карту в рамках одного матча запускаются игроки ЧВК, в одно и то же время, но на разных точках спауна. Их цель — добраться до одного из нескольких выходов, которые также разбросаны по всей карте, а некоторые из них могут требовать специальные условия. Какие-то зависят от рандома в духе «включён-выключен», а какие-то нуждаются в специальных ключах или прочих условиях, например, скинуть рюкзак. Каждая карта ограничена своим таймером. Если ты по каким-то причинам не успеваешь в таймер, увы, ты потерян без вести, что несёт определённые последствия, о которых я расскажу позднее. Однако, помимо игроков, на картах также присутствуют и боты — враги, управляемые компьютером. В Таркове их роль выполняют такие враги, как дикие — это, считай, местное население Таркова, которое было вынуждено взять в руки оружие, чтобы выжить, а также рейдеры, специальные боссы и, добавленные в последнем крупном патче, сектанты. Но в рамках нашего ролика ботами я буду всегда называть именно диких, так как они количественно преобладают над всеми остальными. Да и в комьюнити все привыкли, что если бот, значит дикий. Так вот, дикие хоть и плюс-минус имеют приблизительные точки обитания, но могут находиться практически где угодно на карте в любой момент таймера рейда. Спаунятся боты часто с довольно простой экипировкой, но стрелять могут так, что позавидует любой игрок. Куда более важным является то, что, решив совершить свой побег из Таркова, игрок может выбрать, кем он хочет играть — своим постоянным ЧВК или как раз-таки диким. Да, вы правильно поняли. Вы можете натурально вселиться в шкуру дикого и пройти рейд за него. Правда, и выходы для диких будут уже свои. Но зачем это нужно? А затем, что при смерти за своего основного персонажа вы теряете всё, что было на нём надето, кроме того, что лежит в защищённом под сумке, а также кроме оружия ближнего боя. При этом предметы можно и застраховать. За определённую плату, спустя сутки после поражения в рейде, ваша надетая экипировка может вернуться, если, конечно, её никто с вашего тела не подобрал. Однако, если вы именно пропали в рейде из-за таймера, то тут даже никакая страховка не поможет. За дикого же при смерти вы не теряете ничего, но при удачном выходе с карты можно перенести всё в схрон своего основного персонажа. Так как для того, чтобы наш ЧВК мог вообще с чем-нибудь выходить в рейды, нам нужны деньги, то игра за дикого позволяет эти самые деньги заработать без угрозы потери всего имущества. И да, ребята, когда в самом начале я говорил про хардкорность проекта, то это была не шутка. В игре нет ни крестовины прицела, ни радара, карту можно лишь купить за внутриигровые рубли, да и то она просто схематическая. Нет туториала, куча всего непонятного и есть механика фуллута. Разработчики сами говорили о том, что Тарков — это игра не для всех. И пусть она напоминает тот же Дэсс или Арму, который, кстати, тоже проекты на любителя, Тарков всегда будет такой игрой, которая явно кому-то не зайдёт. Но при всей моей нелюбви к хардкорным шутерам и фуллуту, Тарков умудряется тянуть меня обратно. Даже сейчас сижу, пишу эти сроки, а в голове стучит назойливая, ну пойдём сыграем разочек. Хоть я и знаю, что, скорее всего, откисну, даже не добравшись до точки интереса на карте. Так что же такого интересного в этом вашем Escape from Tarkov? Во-первых, это ганпорн. В Таркове каждое оружие можно кастомизировать от и до, причём весь кастомайз будет существующим в реальности. Опять же, до игры в Тарков вся эта оружейная тематика была мне абсолютно неинтересна, поэтому я считал, что будет сложно освоиться с тем, что, куда и как. Ну а поверьте, с опытом игры начинаешь смотреть на пушки совершенно по-другому. Различные стволы, цевья, крышки ствольной коробки, рукоятки, приклады, прицелы, глушители. Вы начнёте во всём этом разбираться, и более того, копание в этом начнёт приносить удовольствие. Но любое оружие — это в первую очередь просто платформа, на которой вы используете боеприпасы. Так что запомните одно из главных правил Таркова — на патронах экономить нельзя. Зарядить топовый патрон даже в самое убогое стоковое оружие, и твои шансы убить ЧВК в хорошем гире резко поднимаются. Понятно, что ещё попасть как-то надо, но факт остаётся фактом. Патронов в игре просто тьма разных, но по ходу игры вы поймёте, какой боеприпас — мусор, а какой — настоящее золото. Благо на эту тему в интернете есть куча информации, а также существуют наглядные таблицы с ротировкой по нужным параметрам, как, например, таблица на сайте Tarkov Help. В общем, поначалу будет сложно, но всему своё время. Во-вторых, система лутинга. Если в какой-нибудь гринделке типа Поя или Диаблы ты лутаешь вещи в зависимости от их качества, то в Tarkov'е ты ищешь вещи, которые можно наиболее выгодно продать, чтобы было на что одевать своего персонажа в дальнейшем. Поэтому, выходя в рейд, ты всегда надеешься, что сможешь наткнуться на что-нибудь редкое и, как правило, дорогое. А можешь собирать всё подряд в надежде взять количеством и не качеством. В любом случае, лутаться в Tarkov'е безумно интересно, как минимум потому, что самые жирные места на карте уже заранее известны, и лутать их хочешь не ты один, а это почти всегда стычки за возможность полутать тот или иной спот. И теперь представьте, вы залутали что-то крайне дорогое, но это ещё нужно как-то вынести из рейда, иначе всё будет потеряно или залутано другим игроком. И тут вы слышите приближающиеся к вам шаги. Умереть в Tarkov'е можно буквально за одну пулю, пущенную в голову. Сердце начинает колотиться, руки дрожат. Вы хватаетесь за оружие покрепче и решаете сыграть на опережение, резко встретив врага. Мгновение, и перед вами лежит труп, который вы можете облутать. Радость нельзя передать словами. Вы начинаете снимать с оппонента его предметы, и в это время получаете выстрел от его товарища, который занял удобную позицию. Такова участь лут-гоблинов. Да, третий момент, который меня цепляет сильнее всего в Tarkov'е, это эмоции. Серьёзно, ни одна игра, которую я когда-либо пробовал, не вызывает настолько сильных эмоций, как Tarkov, потому что детище BSG бьёт в самое уязвимое чувство человека — страх смерти. Многие опытные игроки рассказывали, что в этом плане завидуют новичкам, так как с течением времени страх уходит, и волнительные моменты не воспринимаются так острым. У кого-то эмоциональная устойчивость вырабатывается быстрее, у кого-то медленнее, но вначале боялись все. И это очень круто. Залутав что-то крутое, ты боишься каждого шороха, потому что за этим шорохом может скрываться враг. Ты осматриваешь каждый угол, потому что за ним может сидеть кемпер. Если вдруг получилось кого убить, то ты беспокоишься, что он играет в пати, и за тобой уже идёт его тиммейт. В общем, ты постоянно в напряжении. И насколько же приятно, когда из рейда получается выйти, да ещё и с хорошим лутом и парой жетонов других чувака в кармане. Пока ты новичок, все твои эмоции в Таркове возведены в абсолют. Ты хочешь испытывать такие ощущения ещё и ещё. Умирать же в Таркове вы будете постоянно. Умирать, собираясь в рейд по 15 минут, а отлетать за минуту от какого-нибудь снайпера. Умирать от сидящих перед выходом крыс. Умирать от ботов, которые славятся своим умением заряжать картечью по глазам с расстояния в 40 метров. Умирать буквально от всего. И каждый раз терять всё надетое. И каждый раз расстраиваться, но вновь собираться в новый рейд, будучи уже чуточку опытнее, чем раньше. При этом всём в матчмейкинге нет никакого баланса. На одной и той же карте одновременно может быть несколько пати, какие-нибудь хайлевельные машины, одетые в топовые шмотки и на топовых патронах. А тут бегаете вы, почти голожопый новичок. Но по факту вы все в одинаковых условиях. Вдруг тот самый хайлевельный ЧВК решит поднять забрало прямо перед стволом вашего ПМа. Один выстрел, и ЧВК отлетает обратно в схрон, а вы гордо цепляете на себя трофеи и уходите в закат. Да, играть можно как в пати, так и соло. Само собой, игра в пати не такая нервная, так как с друзьями банально веселее, да и тактических манёвров у вас больше. Но я, увы, никого в тарков зазвать не смог, поэтому наслаждаюсь соло-опытом, и зачастую игра для меня не столько шутер, сколько хоррор. И, конечно же, я не могу сказать об ощущениях от стрельбы и звуков вокруг. Умение стрелять в таркове играет очень большую роль, при условии, что бить можно одним точным попаданием в голову или парой в грудь. Так вот, сам процесс ганфайтов ощущается, будто вы играете в КС, но всё происходит супер быстро. Только помимо этого, ты буквально чувствуешь, как ведёт себя оружие. Как дуло калаша улетает вверх, как при стрейфах влево-вправо по инерции уводит ствол, и всё в таком духе. Отдельный кайф – ощущение, когда ты убиваешь врага. Ты натурально чувствуешь попадание. Звуки же в игре – это отдельная тема. По звуку можно определить, на каком примерно расстоянии или этаже от вас находится враг, по какому материалу он топает, проходит ли он сквозь кусты или нет. Будет слышно даже, как враг начинает целиться или заглядывает в свой инвентарь. Умение понимать звуки даже важнее, чем АИМ, так как можно поймать игрока на позиции, а не на скорости реакции. Звуки настолько сильно решают, что в игре реализованы активные наушники, которые гасят ненужные шумы и, наоборот, усиливают звуки шагов и других действий. Но без негативных моментов в проекте обойтись, конечно же, нельзя. Первый и, наверное, самый неприятный для меня – оптимизация и быстродействие. Думаю, что не стоит объяснять, насколько в шутерах важен FPS. А учитывая, что игра такого объема базируется на Unity, то компьютер для комфортной игры нужен прям серьезный. Хороший процессор, хорошая видеокарта, обязательный SSD и большой объем высокочастотной оперативки. Вообще говорят, что раньше было хуже, но я все еще тешу себя надеждами, что к релизу игра будет работать стабильнее. Второй момент, который я встречал лишь однажды, и мне он впечатление от игры не испортил, но часто вижу на стримах опытных игроков – читеры. Да, в любой онлайн-игре, где есть аукцион, всегда будут люди, которые будут нечисты на руку. Однако тут тоже свои тонкости. В Таркове есть карта – лаборатория, которая де-факто считается эндгейм-локацией с огромным количеством дорогого лута и направленностью на PvP. Чтобы попасть туда, нужно купить специальный ключ, и думаю, что не стоит объяснять, почему для читаков эта локация самая манящая. И вроде как с ними борются, но об эффективности борьбы я судить не могу. В любом случае, за 200 часов игры читера я встретил всего лишь раз, и то на первый день вайпа, поэтому выводы делайте сами. Третий негативный момент – отсутствие адекватного эндгейма и вайпа. Как только вы начали играть, у вас появляются первые квесты, вы прокачиваете уровень своего персонажа, его отдельные навыки, а также обустраиваете личное убежище. Но идёт время, вы становитесь уже опытным воякой, все квесты закрыты, самый большой защищённый контейнер получен, на счету сотни миллионов, и возникает вопрос – а что делать дальше? Увы, игра ответа на этот вопрос не даёт. Кто-то начинает ставить себе особые челленджи, кто-то просто ходит и ищет PvP ради веселья, а кто-то уходит из игры до следующего так называемого вайпа. Вайп – это полный сброс всего прогресса у всех игроков. Грубо говоря, всех откатывают до состояния их первого запуска игры. Обычно вайпы происходят под гигантские патчи, и если для опытных игроков Таркова вайп – это праздник, так как наконец-то вновь появляется прогрессия в игре, то для других вайп – это сведение всех их достижений в помойку. Таркову очень сильно нужна эндгеймовая идея, которая позволила бы избежать вайпов, но при этом вносящая смысл в игру для тех, кто сделал уже всё, что можно. Но сколько бы ещё плюсов или минусов не было найдено, глупо отрицать, что Escape from Tarkov – это уникальная игра, которую стоит попробовать. Как минимум потому, что найти аналогов с такой же совокупностью механик просто невозможно. Да и отечественные ААА-проекты не так часто выходят. Другое дело, что зайдёт не всем. И это тоже нормально. Надеюсь, что вам данный ролик оказался полезным, ну или хотя бы просто интересным. Оценка лайком или дизлайком в этом случае будет самым наглядным показателем. Ну а подписываться или нет на канал – тут уж как захотите. В любом случае, спасибо за просмотр и увидимся в следующих роликах. Я выбираюсь из пячки, поэтому новый видос уже скоро. Смотреть будем на MOBA Battle Royale Eternal Return. Всем удачи! Смотреться! Продолжение следует...